добрый день коллеги по фотографии сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме как использование старых объективов на современных камерах из моего личного опыта практически каждый человек для которого камера является не записной книжкой а именно инструментом для творчества рано или прозно приходит к этому обычно происходит по двум причинам либо же человек хочет хоть как-то изменить свои фотографии но средств на приобретение современного объектива у него нету обычно это касается новичков либо же человек намеренно ищет подобный опыт для того чтобы его фотография выглядели не так как у всех в любом случае старая оптика может в этом помочь благо ее скопило сейчас огромное количество все объективы разные по цене и качеству и поэтому в этом есть смысл разобраться для того чтобы наш сегодняшний разговор не длился 10 часов и не был похож на статью из википедии мы ограничимся 50 миллиметрами возьмем 5 объективов трех различных эпох и говорить будем не конкретных экземплярах а о категориях в целом предположим если вы покупаете объектив пентакс к токумар 70 года за 3000 рублей вы сами сможете представить что от него можно ожидать ну что начнем первым будем говорить об объективе индустар 26 м объектив 46 года разработки 5 сантиметров светосила 2 и 8 предназначался он для установки в качестве штатного на фотоаппараты типа фэт и зоркий по своей натуре этот тессар то есть ее конструкции используем всего лишь четыре линзочки хотя для тессара светосила 2 и 8 это довольно таки хороший результат вообще серия индустар в советском союзе была настолько популярный что для нее пришлось даже изменить подход к системе присвоения серийных номеров если вы возьмете объектив гелиус либо юпитер то первые две цифры серийного номера всегда будут обозначать год выпуска с индустарами это не так их было так много что первые цифры пришлось пожертвовать и теперь определить объектив 59 года или 69 года довольно таки сложно в наше время его стоимость всего лишь 500 рублей хотя за свои 500 рублей он имеет хоть никакое никакое просветление и что интересно круглую диафрагму хотя на последующих выпусках от этого было решено отказаться сегодня он будет отвечать за понятие дешевый и старый объектив за понятие дорогой объектив с возрастом будет отвечать карл цейс за нар 51 и 5 объектив настолько легендарный что карл цейс изготавливает его до сих пор в тридцать втором году это год когда он вышел это был настоящий прорыв малоформатные фотографии к слову это то что мы называем сейчас полным кадром стандартным было светосила три четыре может быть пять а тут выходит два а затем и полтора что заставило шевелиться не только производители оптики но и камер устанавливался он на не менее замечательную самобытную систему контекс дальномерный либо crm эта система к слову привнесла в фотографию понятие байонетного крепления просто для тех годов стандартом являлось крепление резьбовое но оно имело существенный недостаток каждый конкретный объектив вы должны были юстировать каждой конкретной камере здесь же нет за фокусировку отвечает только камера поэтому вы можете брать любой объектив смело ставить и быть уверенным в том что работать он будет как надо несмотря на все достоинства системы война и последующее разделение германии и заводов карл цейс привели к тому что система долго не прожила на западе она существовала только в формате двух камер контекс 2 как вот этот или контекс 3а в советском союзе это был киев но для нас это на самом деле только благо потому что технические особенности камеры не позволяли сделать переходить на другую систему и благодаря тому что система довольно таки быстро вышла из обращения большинство объективов дошло до нас практически в заводском качестве сейчас вы такой объектив можете приобрести за 25-30 тысяч рублей если конечно это не подделка из юпитера третьего но забегая вперед скажу что это один из тех случаев когда цена объектива составляет не только его коллекционную стоимость с объектив гелиус 44 58 миллиметров с изтосилой 2 один из самых массовых и популярных советских объективов практически нет ни одного человека который бы когда-нибудь занимался фотографией не пытался фотографировать с помощью этого объектива несмотря на то что его прародитель карл цейс биотар еще до военной разработки все время выпуска этот объектив старались поддерживать довольно таки современном состоянии данная модификация гелиус 44 м4 на момент начала производства в восемьдесят четвертом году имела самое современное однослойное просветление и продвинутую механику сейчас вы можете приобрести его за тысячу полторы рублей и что особенно интересно идет он на крепление м42 что позволяет использовать его практически на любой камере минолта 51.4 классический старший полтинник для японского объектива строения середины 80-х годов и был бы он ничем не примечательным если бы не тот факт что именно он в восемьдесят пятом году был представлен одновременно с камерой минолта альфа 7000 которая стала первой в мире по-настоящему автофокусной камерой другими словами именно она начала автофокусную эру в которой мы с вами живем оставила этот отпечаток и на самом объективе исчезло кольцо диафрагмы кольцо фокусировки стало очень тоненьким в принципе как и у любого современного объектива кроме того он до сих пор выпускается под видом sony 50 1.4 под bayonet а правда со значительными улучшениями но минолту вы до сих пор можете приобрести по цене примерно в 10 тысяч рублей и с успехом использовать на любой современной камере с bayonet а в качестве хорошего современного объектива мы возьмем карл цейс зонар 55 1.8 либо как его принято называть sony цейс на самом деле это далекий правнук того цейса 51.5 в настоящее время про него написано огромное количество статей и большинство выводов сводится к тому что это просто самый лучший автофокусный объектив из всех систем когда-либо созданный в нашем сегодняшнем тесте он будет выступать в качестве эталона того что можно получить в цифровой фотографии в начале этого ролика я вам рассказал о 5 объективах однако человек который смотрит в сторону старой оптики скорее всего хочет именно изменить свои фотографии а не получить что-то лучшее поэтому имело бы смысл показать вам что у вас уже есть шестым бонусом у нас пойдет обычный кит 1650 данный объектив не для полнокадровой камеры как и у большинства из вас поэтому мы будем сохранять угол зрения то есть ставить его примерно на 33 миллиметра тестировать объективы мы будем в тех жанрах для которых это применимо пейзаж, портрет, ростовой портрет и покажем вам ночную съемку естественно старую оптику очень сложно использовать для тех жанров которые требуют скорости таких как стрит и спортивная фотография однако если у вас есть объектив с приводом фокусировки и некоторые навыки то это тоже возможно для тестовой части мы взяли ряд фотографий все что вы увидите это равы без какой-либо обработки естественно все снято на полный кадр с исключением 1650 он повторюсь снят в кроп режиме разбор начнем с такого жанра как пейзаж на самом деле с точки зрения объектива жанр очень интересен потому что с одной стороны если фотографию рассматривать целиком то у нас мозг понимает что объекты расположены очень и очень далеко и искать конкретные детали на нем бесполезно поэтому можно использовать довольно таки посредственную оптику но с другой стороны если начать увеличивать отдельные фрагменты то большинство недостатков объектива становится заметным поэтому данную часть обзора лучше смотреть на большом экране для начала посмотрим на один и тот же сюжет снятый на открытых диафрагмах на разных объективах первым пойдет сони цейс в дальнейшем мы так и будем его называть несмотря на открытую диафрагму картинку он выдает очень хорошую и придраться к ней практически невозможно картинка с индустара сразу выглядит по другому кроме отсутствия резкости даже для такого формата изображения сразу бросается в глаза полный провал по контрасту классический цейс недалеко ушел от индустара хотя и обладает более высоким контрастом кроме того заметно довольно таки серьезное винетирование гелиус тоже страдает от слабого контраста но резкость заметно лучше хотя ее тоже недостаточно для печати несмотря на одно время выпуска с гелиусом минолта полностью рассчитана под использование цветной пленки и она лучше работает цветовым контрастом то есть отделяет соседние цвета друг от друга кроме того не стоит забывать что она на целый стоп светлее и для сравнения картинка с 1650 выглядит заметно лучше чем с любого старого объектива и практически не отличимо от сони цейса при ближайшем рассмотрении центральная часть кадра у всех объективов выглядит нехорошо но сносно тут же заметно что минолта сам по себе объектив резкий но все портят хроматические аберрации которые присутствуют там в огромном количестве при взгляде на угол кадра сразу видна разница между объективами старыми и современными ни один из старых объективов не выдает результат даже близкий к сони 1650 не говоря уже о сони цейсе здесь же видна довольно таки интересная особенность карл цейса классического к самому углу кадра идет повышение резкости при закрытии диафрагмата 4 все объективы получают дополнительную резкость и карл цейс минолта и гелиос выглядит уже лучше чем сони 1650 углы кадра также становятся лучше но в любом случае они не дотягивают до китового объектива здесь же видно что индустар не выдает приемлемого результата несмотря на закрытую диафрагму при закрытии диафрагмы d8 тенденция в центральной части кадра сохраняется и уже даже индустар сравним с сони 1650 однако в углах он все равно очень сильно проигрывает всем остальным объективам и все вместе старые объективы проигрывают современному киту хотя резкости минолты гелиоса и цейса уже достаточно для печати фотографии просмотре на мониторе без увеличения вторым сюжетом будет портрет ростовой здесь мы главным образом посмотрим на то как объектив отрывает объект от заднего фона здесь же можно увидеть некоторые характерные особенности объективов для этого мы покажем вам фотографии на открытых диафрагмах естественно закрывая диафрагму вы теряете часть характера объектива но зато приобретаете резкость и контрастность изображения сони цейс благодаря фокусному расстоянию в 55 миллиметров и диафрагме 1.8 с этим жанром справляется хорошо естественно из всех старых объективов самый слабый результат выдает индустар он самый темный кроме того его бк скажем так на любителя кроме маленькой глубины резкости как уже говорилось старый цейс обладает недостатком в виде винетирования однако в портретной съемке вы можете использовать это как хороший художественный прием объектив гелиос 44 вообще считается довольно таки хорошим портретником благодаря фокусному расстоянию в 58 миллиметров кроме того он имеет закрученное боке хотя на данном сюжете это и не так видно минолта тоже хорошо отделяет объект от заднего фона хотя хроматические аберрации вносят свою ложку дегтя ну и для сравнения какую плоскую фотографию можно получить с кита увеличим часть изображения и посмотрим некоторые интересные вещи во первых посмотрите на руки нашего оператора на изображениях сделанных со старого цейса из минолты вы увидите там очень сильные хроматические аберрации это именно то что не позволит вам сделать кроп изображения при постобработке несмотря на то что голова находится всего на полметра выше центра изображения явно заметен недостаток резкости на лице и он очень сильно влияет на восприятие глубины пространства так как глубина изображения формируется не только резкостью но и контрастом объекты расположены дальше обычно более блеклые то недостаточная контрастность старых объективов также уменьшает эффект от малой глубины резкости если взять калькулятор глубины резко изображенного пространства и посчитать то 50 1 и 5 должны выдавать такой же результат как 55 1 и 8 но на практике современный цейс выглядит намного лучше плавно перейдем к лицевому портрету все снято с расстояния в один метр размер хомяка соответствует размеру среднего человеческого лица здесь главным образом нас будет интересовать размытие заднего плана многие из вас скажут что это очень субъективный параметр если с этим невозможно не согласиться но лично мне картинка современного цейса нравится больше чем довольно нервное изображение получаемое с индустаром поэтому просто посмотрите и выберите тот вариант который вам понравится здесь же видно то за что так любят старые цейсы на полностью открытой диафрагме размытие настолько сильное что изображение отдает некоторым сюрреализмом но стоит закрыть диафрагму хотя бы на пол стопа боке становится ровным и спокойным разумеется о портретах свойствах темного кита выставленного на 33 миллиметра говорить не приходится в ночной съемке мы посмотрим на некоторые интересные вещи касаемые старой оптики вне зависимости от ее возраста и цены во первых это диафрагма большинство современных объективов даже довольно таки дорогих имеют максимум 9 лепестков диафрагмы из-за этого снимая ночью на границе кадра вы видите вот такой результат гайки с различным количеством граней хотя даже 60-летний 500 рублевый индустар сохраняет круги и овалы кроме того за столько лет инженеры не всегда думали о диафрагме как о нечто круглом либо гайкообразным и появлялись действительно интересные формы как звезда у цейса или даже квадрат у зенитара м е1 объектив без электроники это вещь вечная но за десятки лет использования в нем неизбежно появляются различные дефекты чаще всего в виде пыли и грязи хуже когда это дефект просветления или даже расслоение линз таких случаях часто пишут на картинку не влияет не верьте влияет подобном сюжете видно практически все старую оптику можно и нужно использовать на современных камерах однако выбирая старую оптику вы должны следовать нескольким простым правилам во первых никогда не гонитесь за современной стоимостью объектива к сожалению или к счастью большинство объективов выпущенных до 50 60-х годов имеют своей цене огромную коллекционную стоимость и у вас есть реальный шанс купить объектив за 10 20 30 тысяч рублей с отвратительней картинкой лучше потратите время и изучить его историю каким он был в те года когда выпускался как он позиционировался это не только сохранит ваши деньги но и придаст дополнительный интерес от съемки второе правило это бленда на современных объективах вы этот аксессуар можете легко оставить дома но в случае со старой оптикой он просто необходим бленда не только спасает вас от потери и без того слабого контраста но и защищает от паразитных засветок третье правило кадрирование размещая объект съемки не в центре кадра вы должны закрывать диафрагму и чем дальше объект от центра тем больше вы должны это делать если вы приверженец правила третей то будьте готовы повернуть кольцо диафрагмы как минимум на пол стопа да вы потеряете часть прелести картинки но это защитит вас от тотального технического провала ну и четвертое правило это обработка не все старые объективы рассчитаны под цветную фотографию и уж ни один из них не рассчитан под фотографию цифровую поэтому всем картинкам нужна обработка причем зачастую тонкая и сильная поэтому снимайте в раф если по каким-то причинам раф вам недоступен хотя бы залезьте в меню вашей камеры и поставьте контрастность и насыщенность цвета на повышенный уровень в принципе это все правила но кроме правил у меня для вас есть еще и советы скажем так лично от меня если у вас есть выбор то начинайте знакомство со старой оптики не с широкоугольных объективов и не с нормальных а с объективов портретного и теле диапазонов юпитер 9 юпитер 37 таир 11 вообще шедевральный объектив это именно те линзы которые дадут вам результат которого вы не в состоянии получить с китовых объективов если же все-таки выбрали 50 миллиметров и у вас камера беззеркальная то очень советую посмотреть в сторону юпитера восьмого объектив массовый дешевый но очень красивый кроме того он очень органично смотрится на камерах практически все что сказано о сегодня о цейсе старом цейсе относится и к объективу юпитер 8 ну и стоит сказать пару слов о зум объективах особенно недорогих не автофокусных объективах 70-х 80-х годов это зло это зло абсолютное там нет ничего интересного за исключением некоторых экземпляров вроде minolte 70 210 дроп 4 как еще называют пивная банка вы не получите ничего что вы не могли бы получить современных китовых объективов таких как 18 55 55 200 250 300 и так далее но как вы уже видите с нового объектива получить удовольный результат намного проще чем с объектива старого в принципе это все на сегодня что я хотел рассказать больше снимаете если вам формат понравился то пишите если не понравился тоже пишите всем пока идите гулять с камерой